Ребята, мы будем говорить с вами о красках, о живописи. Краски бывают разные. Самая, наверное, наиболее древняя краска, которая известна в изобразительном искусстве, это краска темперная. Ей писались иконы. Сейчас тоже темперные краски используются, но уже немножечко другие. Они вот в таких вот тюбиках. Можно купить их готовыми и начинать писать. А раньше для того, чтобы начать писать картину, художникам нужно было купить, например, кусочек камня. Это могли быть какие-то даже драгоценные камни. Вот здесь у меня, например, камень шунгит. Его брали, кусочек, потом размалывали до порошка вот такой специальной в ступке. И когда его размалывали, получался вот такой вот порошочек. Этот порошочек смешивали, как вы знаете, любую краску нужно смешивать. Например, акварель. Чтобы рисовало, что нам нужно? Правильно, вода. А чтобы рисовало темперно, нам, темперная краска, нам нужно, оказывается, вот такой необычный компонент. Всем вам известный, это обычное яйцо. Мы берем с вами порошок, который был сделан из камня, из твердых минералов, а иногда их добывали из каких-нибудь, например, растений, смешивали с желтком яичным и краску наносили на дерево. Он чаще всего на дерево, потом уже мы можем говорить с вами о холсте. Ну вот смотрите, я размешала и красочка у меня начала рисовать, начинает писать. Цвета были разные, но они были, кстати, очень-очень дорогие, потому что камни иногда были даже драгоценные. Дальше мы с вами поговорим о краске, которая, наверное, вам очень тоже известна. Это гуашь. Гуашь мы разводим обычно водой. Кисти для нее используются практически любые. Гуашь очень интересна, она довольно-таки яркая краска, но если она подсохнет, она немножечко яркость своего цвета уже меняет. Есть также краски акриловые, они свой цвет не меняют после того, как застывают. А есть самая, наверное, распространенная краска в живописи, наиболее известная всем, это краска масляная. Чтобы написать масляную картину, картину маслом, нужно для начала взять вот такую ткань. Это у нас будет холст. Этот холст натягивают на такой вот подрамник. Получается у нас вот такая твердая поверхность, как барабан. И потом берутся кисти. Кисти у художников совершенно разные. Вот такой огромной кисти, до самой маленькой кисточки, вот такой вот номер один или нелевка. Масляные красочки, они тоже продаются в тюбиках. Раньше их тоже изготавливали и продавали совершенно в других формах, но сейчас мы можем в магазине купить вот такую масляную краску. Кстати, для масляной краски используют еще вот такие вот инструменты. Похоже на лопатки, правда? Или инструмент строителя. А на самом деле это мастихин. Они бывают огромных размеров, а бывают совсем маленькие. Кстати, чтобы разбавить масляную краску, недостаточно воды. И воду художники-живописцы не используют. Они используют разбавители разные. Иногда они не очень вкусно пахнут, но для того они нужны, чтобы краска масляная писала. Масляную красочку можно наносить мастихином. Видите, какой он получается, мазок у меня, да? Вот так. А можно наносить и кисточку. Да, то есть мы с вами можем и кистью поработать. Размазать масляную краску. Сейчас современные художники иногда наносят очень большие куски масляной краски, и она даже получается немножечко объемной. Вот здесь у меня, видите, палитра современного художника, и вот такие прям куски масла здесь застывшие. И когда, кстати, масло застывает, оно становится таким твердым. Очень интересный эффект. И масляная краска не меняет свой цвет. Как бы вы ни писали, к концу вашей работы красное останется ярко-красным, лиловый-лиловым, и желтый-желтым. Ну что, вот такие вот краски используются в живописи.